На огромном металлическом заборе из металлопрофиля многоэтажные дома, которые должны, по мысли архитекторов, украсить микрорайон и обеспечить доступным жильем шимкенцев. За забором – сонное строительство. Так сейчас выглядит строительная площадка помпезно открытого строительства первого дома, возводимого по госпрограмме и под эгидой Самрук Казана. В Мерзак-Шуркеев торжественном открытии строительство сам заложил капсулу в основании 12-этажного дома. С тех пор тем работ значительно снизился. А жители и подавно поговаривают, что строительство заморозили. Ну, были вот задержки с финансированием. У нас один банк отказался, пока нашли другого. Сейчас работают. Материалы завозим. Земляные работы делаем, вы же отсюда не видите. Мы котлован сейчас завершаем. Где-то в октябре месяце все работы земляные будут завершены и приступим уже к возведению зданий. Жители близлежащих домов с самого начала строительства были недовольны ходом работ. Пешеходные тротуары перекрыты, временные проложены почти по проезжей части. Нам очень трудно ходить. Дети ходят в школу. Мы не понимаем, зачем закрыли дорогу. Мы сделали временный тротуар. Мы его зимой очищаем от снега, из досок. Задержек, так сказать, пассажирского потока нет у нас. Но проблемы с финансированием порождают массу других вопросов. Когда откроют дорогу, а если нет денег на строительство, то, вероятно, и нормальные тротуары не скоро будут доступны пешеходам. Представители местной власти только и смогли констатировать. Мы закрыли дорогу для безопасности пешеходов. Котлован находится слишком близко к проезжей части. Все это было согласовано с дорожной полицией. Но жители близлежащих микрорайонов, глядя на вяло текущую стройку, опасаются, не повторит ли этот многоэтажный дом и вырытый котлован приз на памятный проект на площади Аль-Фараби под звучным названием Шимкент-Плаза. Там по проекту на месте бывшего тенистого платаново-дубового сквера и аквапарка должно было появиться чудо архитектурной мысли, административный деловой центр, где разместился бы и областной маслехат. Проект с отсутствием денег ухнул в финансовую пропасть, да так глубоко, что даже эскизы возводимых зданий областные чиновники уже и не показывают.